Любишь кататься, люби и саночки возить. Автомобилисты, как никто иной, понимают смысл этой поговорки. Для того, чтобы беспроблемно переместиться из точки А в необходимую точку Б, особенно в холодную зимнюю погоду, каждому владельцу транспортного средства стоит помнить и выполнять несложные правила технической эксплуатации транспортных средств. Безусловно, специалисты автомобильного дела советуют готовиться к зимнему периоду заранее, лучше всего в ту пору, когда на термометрах устойчивый плюс. Но если водитель все же дотянул до зимы и морозы грянули для него неожиданно, то ряд несложных манипуляций в моторном отсеке автомобиля позволит благополучно эксплуатировать машину и в стужу, и в слякоть, и в гололед. Одним из условий нормального пуска автомобиля является хорошо заряженная аккумуляторная батарея. Значит, дабы этот старт был эффективным, особое внимание нужно уделить клеммам аккумулятора, так как хорошо почищенные клеммы хорошо проводят электрический ток. И пуск будет полноценным. Владельцы дизельных автомобилей особенно остро реагируют на похолодание на улице. Выходом из ситуации может стать использование топлива соответствующего сезону, а при необходимости использование специальных средств против замерзания. Но стоит помнить, что устройство двигателей у каждой марки автомобиля свое, потому каждый водитель должен выработать свой алгоритм. Еще один не самый позитивный для автовладельцев момент зимнего периода – обилие снега, перемешанного с солью. Машины нужно мыть очень часто в зимний период, так как это период, который очень агрессивно влияет на все – на подвеску, на металлический кузов, незащищенные арки. И не стоит пренебрегать мойкой автомобиля. То есть желательно хотя бы раз в неделю ездить и смывать соли. Также нужно ездить на мойки те, которые частично моют днища машины, потому что так как это самая зона, куда попадает соль, и где при обычной мойке мы не можем это вымыть. Соблюдение таких нехитрых правил поможет настроить железного коня на долгую плодотворную работу даже зимой. Пренебрегая списком необходимых манипуляций, можно не только потерять время в дороге, но и оказаться в снежной ловушке, выехав, к примеру, далеко от населенного пункта. В такой ситуации вряд ли получится завести машину самостоятельно, а потому автовладельцам именно в зимний период как никогда стоит помнить основные качественные характеристики одного из главных негласных правил автомобильного братства – взаимовыручки и внимательности. Когда низкая температура и водитель, скажем так, не своевременно обслужил свое транспортное средство, бывает случай, что автомобиль просто останавливается посередине проезжей части. Особенно это характерно для большегрузных автомобилей. Здесь должны приходить на помощь не только сотрудники госавтоинспекции, сотрудники МЧС, но и обыкновенные люди. Ни в коем случае не оставайтесь равнодушными. Остановитесь, спросите, может быть, какая-то помощь надо. Тем более, очень часто в таких ситуациях оказываются за рулем женщины и в салоне которых сидят маленькие дети. Анастасия Стропко, Виктор Халявко, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.